Второй день Всебелорусского народного собрания стартовал с докладов по ключевым аспектам развития страны. Спикеры Народного Веча озвучили конкретные предложения. Премьер-министр Роман Головченко обозначил векторы роста экономики и заявил о планах Беларуси в этой пятилетке развивать пять новых высокотехнологичных отраслей. Это электроиндустрия, биотехнологии, фармация, робототехника и производство новейших композитных материалов. Продолжим развивать и традиционные отрасли, но только на новой технологической базе и цифровой основе. В химической отрасли предстоит ввести два крупных комплекса калийных удобрений в Петрикове и Старобине. В Гомеле модернизировать химзавод. Выпуск удобрений по этим направлениям увеличится в полтора раза. Построить новый суперсовременный комплекс по производству аммиака и карбамида, увеличив объемы производства почти в два раза. В этом году завершим модернизацию нафтана и перейдем на стопроцентный выпуск дизельного топлива Евро-5, независимо от загрузки. В деревообработке сформированы конкретные проекты с выстраиванием производственных цепочек от сырья до конечного продукта. То есть плитная продукция в мебель. В шклове запустим бумагу-основу для напольных покрытий и продукции с декоративной печатью. Светлогорскую целлюлозу направим для мешочной бумаги и картона с полимерным покрытием. Из бумаги и картона произведем экологическую упаковку, одноразовую посуду, товары гигиенического назначения. И такая стратегия глубокой переработки будет применена ко всем отраслям на местном сырье. Всего запланировано к реализации 26 новых проектов с использованием местного сырья на 2 миллиарда рублей во всех регионах страны. В течение пятилетия в промышленность планируем привлечь более 80 миллиардов рублей и реализовать более 500 инвестиционных проектов. От бизнеса общества прозвучали инициативы по дальнейшему раскрепощению деловой инициативы, устранению преград для активного развития. Президент отреагировал на выступления. Либерализация хорошо, но не всегда во благо. Так, преференции, упрощенные системы налогообложения, регистрации бизнеса часто используют нечистые на руку предприниматели. Здесь и зарплата в конвертах, и искусственное дробление бизнеса. Как результат, бюджет недополучает колоссальные средства. Мы будем поддерживать всяческие производственные компании. Пусть открываются, пусть работают, пусть приносят благо. Производство быть. И какое у тебя там мнение твое? Ради Бога. Можешь не любить Лукашенко, можешь этих ебатик не любить, кого угодно можешь не любить. Иди, работай по законам, честно, принципиально. Люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ИПшников приведем в чувства. Чувства приведем. Потому что, я понимаю, есть ИПшник, скульптуру делает, картины рисует. Еще какие-то там корзины плетут, косы клепят, как я говорю. Но дефицитнейшие люди, которых нельзя потерять. Народные умельцы. Да, это действительно индивидуальный предприниматель. Я часто провожу пример без фамилий. Многие поймут. Извините, морду раскрутил на телевидении. Распиарился. Идет свадебное агентство еще куда-то. И вечером проводит эти вечера. Мы не против. Свободное время, иди и работай. Но требование одно. Заработал там. Заплати налоги. Ведь 13% подоходный налог. Нет. Он зарегистрировался ИПшником. Так какой же ты ИПшник? От спикеров из разных уголков страны звучали темы развития малых городов, необходимости внесения изменений в Конституцию, рассуждали о роли политических партий, о перераспределении полномочий, а также о сохранении исторической памяти и единства наций, где важную роль играет молодежная политика. Разговор получился масштабным и дольше регламента. Уважаемые товарищи, прежде всего хочу выразить вам признательность за активное участие в работе 6-го Всебелорусского народного собрания. За то, как ответственно и вдумчиво вы подошли к решению, обсуждению судьбоносных для страны вопросов. Настоящее и будущее Беларуси в наших руках. И прежде всего в наших руках, руках присутствующих здесь делегатов. Ибо вы – самая высокая элита нашего общества. Мы идем впереди. За нами пойдут другие, если они хотят жить в мирной и спокойной стране. Поэтому от нас зависит все. Основные положения программы социально-экономического развития на пятилетку одобрены. Социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной. Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Все мнения будут учтены для принятия конкретных шагов по развитию страны. Делегаты приняли резолюцию Всебелорусского народного собрания и обращение к соотечественникам. Подводя итог, президент выразил признательность всем, кто принял участие в обсуждении судьбоносных для страны вопросов. Мария Бересневич, Бобруиск, 360.